Уже 7 лет жители окраины города Куши, всего в 20 минутах езды от столицы, живут почти без благ цивилизации. Агематная жалоба людей разводит руками. Мой коллега Сергей Цель выехал на место и выяснил, когда в домах будет свет и вода, а на улицах асфальт. Частный сектор, дома на окраине города Куши. Улица здесь, мягко говоря, в плохом состоянии. Сплошные ямы и выбоины. Но что если вам скажу, что эту дорогу сделали жители своими силами? Они устали от обещаний Агемата, но больше всего им надоело жить по колено в грязи. Дороги здесь не было от слова совсем. За все это они заплатили 3,5 миллиона тенге. И даже эти лавочки они сделали собственноручно. В этом микрорайоне нет водопровода канализации дороги и магазина. Даже мусор не вывозят. Электроэнергию подают с перебоями. Ну а чтобы закупить продукты, местным приходится рисковать и передвигаться по самодельному мосту. Ведь вся инфраструктура с той стороны канала Нура-Есиль. В том числе детские сады и школы. Около 300 человек остались отрезанными от цивилизации. Недовольные жители уже не раз обращались в Акимат. Но по их словам, толку нет. Как хотите, так и выживайте. Хотите, богатые, небогатые, бедные, небедные. Мы все люди. Мы хотим жить в нормальных условиях. С 2016 года мы здесь живем. Сами обустраиваем. Канализации у нас нет. Питьевой воды у нас нет. Вывоз мусора у нас нет. Автобусы к нам не приезжают. Не только мост, но и дорогу строили сами. Собрали деньги на нее. Закупили материалы. Наняли рабочих, технику. Получилось, как получилось. Но на этом останавливаться люди не собираются. Планируют стелить асфальт. Хотят собрать еще 20 миллионов тенге. Соседи как-то организованные люди, понимающие. Мы, что возможно, помогаем. Скидываем деньги, собираем. Но это без конца не может продолжаться. У каждого семья. Денег лишний. Мы в 21 веке живем. Интернета нет. Свет перебоем. Дороги нет. А это что такое вообще? 15 километров от столицы страны. Это вообще сказать неудобно. У чиновников пока только все в планах. Мы в этом году сделаем проект. Заявимся в бюджет. То есть мы через область заявляемся. Область уже в республику. Как нам деньги выделить, по мере финансируем мы будем это делать, конечно. Что касается коммуникаций, то тут такая же неопределенность. У нас есть проект. Четвертая очередь водоснабжения города Коши. Она началась в прошлом году. И по графику она должна завершиться в конце 2024 года. Канализацию пока только проект делается. Он будет начинаться в 2025 году. Возможно. Это опять зависит от финансирования. Городом Коши стал всего два года назад. Срок небольшой, говорят чиновники. По факту в нем проживают 100 тысяч человек. А прописано лишь половина. Остальные зарегистрированы в Астане. Вот и деньги с налогов уходят в столицу. Так что все будет. Но придется пока подождать. Сергей Целько, Блонды Утигенов, Акмольнская область, Первый канал Евразия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok